Текущий и капитальный ремонт жилфонда – процесс практически непрерывный. Привели в порядок один дом, на очереди следующий. Планы объектов, подлежащих ремонту, составляются ежегодно и размещаются на сайте райисполкома. В этом году в список объектов текущего ремонта включили 70 домов. Капитальный ремонт планируют провести в трех десятках жилых домов. С текущим ремонтом все проще. Есть проблема – ее устраняют. Обычно это ремонт стыков стеновых панелей, кровли, замены теплообменников. К капитальному же ремонту нужно основательно подготовиться. Дом обследует специализированная организация. Согласно ее выводам определяется перечень работ и готовится проектно-сметная документация. Дальше выбирается подрядчик и начинаются работы. В рамках капитального ремонта предусматривается ремонт, кровель, замена кровель на скатные, ремонт мест общего пользования – это подъезды, будем так говорить, коммуникации, отмосток, крылец. Фонд более-менее будет обновляться. Мы сами не определяем виды и состав работы. Это делают проектировщики на основании заключений организации, которая производит обследование. Текущий ремонт жилфонда запланирован на второй и третий кварталы года и будет вестись на территории практически всех ЖЭСов. По капитальному ремонту планируется закончить начатые в прошлом году объекты – это три девятиэтажки по Козлово и 13-й дом по Ленинского комсомола, а также начать капитальный ремонт всего дома, фасада или кровли в 25 объектах – в Солигорске и восьми в сельских населённых пунктах. В городе это дома старого жилфонда по Заслонова, Ленина, Козлова, Ленинского комсомола, Горького, Коммунальной, Северной. В пределах района – это Новополевский, Долгая, Красная, Слобода. Там тоже те дома, которые по сроку уже подошли и по состоянию подошли к капитальному ремонту, там тоже мы будем выполнять работы по капитальному ремонту. Мы начнём в этом году. На все эти дома имеется проектно-сметная документация. Сейчас в феврале мы начинаем проводить конкурсы на проведение строительно-монтажных работ по этим объектам. И в этом году мы все эти объекты начнём и, я думаю, завершим успешно. На текущий ремонт жилфонда в этом году из бюджета выделено порядка 700 тысяч рублей на капитальный более 3 миллионов. Ещё 4 миллиона рублей затратят из наших ежемесячных отчислений на капремонт жилфонда. Как отметили в службе заказчика, сумма выделенных средств по сравнению с прошлым годом не изменилась. Практически не снизился и объём работ. В прошлом году удалось капитально отремонтировать 71 тысячу квадратных метров. В планах на этот год – 70 тысяч квадратных метров. Износ жилфонда, конечно, неизбежен, говорят специалисты, но зависит он в том числе и от того, как дом эксплуатируют. Со стороны жилищно-эксплуатационных служб важно качественное техническое обслуживание, а со стороны жильцов – бережное отношение.